К примеру, мужчина приезжает издалека с вами встретиться, с вами на свидание, и он будет пытаться напроситься к вам домой. Вы вежливо отказываете, говорите, что мы еще с тобой не настолько хорошо знакомы, я живу одна, но я к себе домой не приглашаю мужчин. Блин, а какая же ты негостеприимная. И если бы мне было лет 18, может быть, или 20, и если бы я не знала о турецких манипуляциях, я, может быть, и расстроилась, и подумала, ну да, человек приехал вот так издалека, бедняга, я вот такая вот сякая. Он будет продавливать тебя, будет он продавливать каким-то другим способом, то есть он заставит тебя чувствовать плохо просто, то есть что вот ты такая плохая негодяйка. А вот это ты такая нехорошая, понимаешь ли, не понимаешь ничего ты в турецком гостеприимстве, ай-яй-яй. К примеру, мужчина в тебе заинтересован, и он может напрашиваться именно, что, а давай как бы встретимся, поужинаем, посмотрим кино у тебя дома, либо у меня дома, либо там выпьем чего-то, там повеселимся, но дома, не в клубе где-то, не в баре, не в ресторане, а вот именно дома. И ты говоришь, ну как бы давай лучше все-таки пойдем в ресторан и как бы там вино выпьем, он будет говорить тебе, ну я же за рулем, ну как же мне, ну не на такси же возвращаться, там мы очень далеко живем, к примеру. Что-то он еще будет придумывать, что вот нет, я пью только дома, так удобнее. И вот я бы хотела с тобой выпить именно красного вина и посмотреть фильм. И ты будешь говорить ему, ну как-то я не пью с мужчинами вино дома. И на что он будет говорить, мне кажется, что ты меня неправильно понимаешь. Вот это ты такая, ты плохо думаешь. У меня вот ничего такого даже в мыслях не было, а вот видно, что это вот ты неправильно понимаешь. Турецкие мужчины, они от рождения отличные просто манипуляторы. И даже кроме того, что они рождаются манипуляторами, они учатся ими быть всю свою жизнь, сознательную и бессознательную.